Пока я не начал приветствие огненное, вот мои любимые ребята, готовимся к бою. Мы приветствуем вас с огромным удовольствием, принципиально заявляю об этом на канале Родина Медиа. Сезон вот-вот стартует, о котором разговоров по всему миру столько, сколько разговоров за всю мою карьеру не было обо мне. Третий сезон Медиа Лиги начинается, а у нас нет капитана. У нас это же не дело. Мы должны выбрать капитана, вице-капитана и того, кто вообще этого не достоин. И мы это сделали. Сегодня, кроме всего прочего, кроме того, что будут явлены публике важнейшая фигура капитан, и тот, кто этого не достоин, произойдет попытка, попытка сближения, примирения двух колоссальных фигур русского футбола. Василия Уткина, переедающего время от времени, и моего кореша Дмитрия Тарасова, который был, есть и будет блестящим футболистом эпохи. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогой! Ого! Ого! Здравствуйте, всем! Здравствуйте, всем! Здравствуйте, всем! Друзья, лучший медиадиректор медиалиг, медианира. Слава Богу, впервые попал в приличную компанию. Не факт! Приличный! Это кто Чави Аплика? Легендарный! Я про него все прочитал! Никит готов степлять! Я не знал, как он... Никит, переодевайся! Я не знал... Ты про кого? Про Антона или про Будду? Будду! Будду? Это Будду, представляешь? Это ему молятся все китайцы. Ребят, пока ребята разминаются, хочется сказать, что я очень сильно переживаю, потому что, знаете, за 5 месяцев мы уже наскучили друг другу. Мы просто тренировались и тренировались, товарки за товарками. Хочется уже с головой окунуться в соревновательный футбол. И из-за этого последние недели, ну, были достаточно проблемными для нас, потому что у нас была ничья с ФК-10. Проигрыш, первый проигрыш команде МФЛ, Fight Nights 2-0. И немного атмосфера была такая даже подавленная. Мы немного даже поругались друг с другом. Но если мы хотим выигрывать МФЛ, то мы должны начинать этот турнир уже с сегодняшней игры. Если мы хотим побеждать, то нам должно быть без разницы, кто это. Эгресси, Амкал, Тудроц, неважно кто. Мы не должны никого бояться. Мы должны навязывать свою игру и мы должны бороться и биться на этом поле. Сегодня я хочу, чтобы мы победили и с таким победным духом дальше шли играть и выигрывать этот кубок МФЛ. Третий сезон. Он будет очень сложный, но мы, мне кажется, к нему готовы. И готовы сегодня отметить. Я представляю сегодня вечером в мяте, потому что у меня родился ребенок. И нужно как следует сплотить команду. Сначала на поле, а потом в караохе. Привет. Друз. Да, взаимно. Уже больше не по телеграмму, а так теперь в жизни будем. Как сына назвали? Один в России, другой в Аргентине. А вы знаете, с Андреем давно уже? С Андреем, конечно, давно. Получается, у нас очень благостная атмосфера здесь, идиллическая получается. Это уже контрольные матчи, господи, боже мой. Нам же сегодня важно, не хотелось бы, чтобы травмы сегодня были. Ну да, это самое главное. За неделю получать травмы. Скоряка дал установку, бить по ногам и избивать людей. Да нет, ладно. Все, я пошел. Отменю эту установку. Пацаны, я хочу напомнить вам, что генеральным партнером Родины Медиа является Фонбет, а также таких команд, как Локомотив, ЦСКА и сборная России по футболу. А также титульным спонсором Фонбет Кубка России. А по промокоду Родина ты можешь получить 2000 фрибетов в их удобнейшем приложении. Повышай интерес к спорту вместе с нами по ссылке в закрепленном комментарии. Пацаны, я ехал на машине вот сюда и думал, сегодняшняя игра для нас это начало турнира. Если мы, блядь, сыграем в ничью или проиграем, блядь, о каком кубке мы вообще можем думать? Нам нужно показывать, какие мы, чтобы нас начинали бояться. Если мы хотим побеждать и забирать этот кубок, мы не должны никого бояться. Мы должны быть друг за другом, мы должны ебать там на поле и ебать друг за друга просто до потери пульса. У нас всего лишь будет 6 игр и потом плей-офф. Это вообще ерунда. Маленький турнир и нам надо его забирать, пацаны. Мы друг за другом бегаем, не обижаемся, никто никого не пихает, все пихачи вот там, только по делу подсказ. Не получается забить, есть стандарты, блядь, максимум выжимаем из них. Надо забить все. И к моментам, пацаны, относитесь, блядь, на 100%. В игре может быть один момент и 1-0 можно выиграть. Давайте, пацаны. Давай, пацаны. Пожёстче, пожёстче где-то. Друг за другом и за разумение! Ты всегда избегал публичности ненужной, никогда не устраивал шоу из своей жизни, карьеры. То, что медиалига связана в первую очередь с выпендрежем хорошим, здоровым, это нормально? Ну, я к этому привыкал чуть-чуть. Как на тебя, ковяки. Это же совершенно другая среда, да? Не, ну, когда у тебя 10 телефонов стоят, ты хочешь посмотреть, а не видишь, надо брать, чтобы на поле что-то разглядеть. Ну, это же нужно для дела, в конце концов. Медиалига, тут куда ни зайди, везде камера. Я представляю тебя спокойного, ты бы, наверное, хотел заехать, чтобы ушли. Я там один раз напихал, на гироскутере. Футбол идёт, он тут на гироскутере гоняет, с камерой. Хорош! Летит мяч, вот, летит 16 минут, 18 минут, 25 минут. Сделай, шевельни, сам из-за дамок. И ждал, пока мяч закатится. Я, что меня вполне устраивает, всё-таки моя команда забивает. Да я увидел тебя в деле. Да? А это, а это. Не, он не совсем труп там, он что-то попытался сделать. А он в девятку летел. В девятку, он как взял-то, ё-моё. Саня, это был бы самый щегольской за сезон. Вообще, Злата Добрагимович бы отдыхал. Не, ну нормально. У меня, видишь, что такие-то, называется, в боях это лаки панч, а у меня какое-то кривое касание и бывает гол. Но в играх редко, правда. Могу дать небольшой инсайт. Мы последний месяц боролись за коряку, потому что у него было два предложения из РПЛ. Не до главного тренера, на старшего тренера и помощника тренера. Но он, он… Выбрал, он припочёл вас. Да, он сказал, что я останусь, ребят, нам нужен титул, я вас люблю. Уже был с вами, и тогда поступили. Он с нами, вот, сейчас, последний месяц подготовки, и он, вот представь себе, профессиональный игрок, профессиональный тренер, и он сказал, что такой атмосферы, как у нас в родине медиа, он не встречал. Хорошо, мой любимый товарищ, его заменили, и он отдал капитанскую повязку Диме. Почему Диме? Ну, у нас принято было, и все ребята считают меня капитаном и Диму, естественно. Мы с ним делим эти… Как двух главных действующих лиц. Да. Мы с ним делим эти обязанности, но когда меня нет на поле, то, естественно, это Дима. Когда Димы нет на поле, то здесь вот команде придётся выбрать, именно в этом выпуске, кто же станет капитаном настоящим и вице-капитаном. И самое главное ещё, Атар, кого они не считают капитаном. Да, мы об этом сказали. Да. Они меня назвали? Давай вернёмся, давай вернёмся туда, и ребята, посмотрите, и предположите в комментариях, пока вы ещё не знаете ответ, кто мог бы стать капитаном Родины медиа. Тебе нужно будет выбрать капитана, вице-капитана и точно не капитана. Так, ну чё? Это очень серьёзный выбор. Всё очень просто. Сложный выбор, потому что для меня главным капитаном, единственным, кроме нас с Димой, является Макс Швагерев. Но так как он перешёл в Родину М, и непонятно, будет ли у него получаться приезжать на игры, я всё-таки подумал, что будет правильно выбрать другого человека. И так сказать, авансом, авансом, я выбираю капитана Гасана. Вице-капитан Хантер и точно не капитан, это Паня. Объясню. Гасан очень активно проявляет себя в медиа-движухе, в комментариях, отвечает в телеге на каждый выпад против нашей команды. И так как я отвечаю больше за медиа, то я понял, что это тот человек, который может вести нашу команду вперёд. Хантер тоже немножечко авансом, потому что он иногда заводится, злится, как на сотрудников, когда у него что-то не получается, так и на других игроков. Но, наверное, такой тоже жёсткий, достаточно особенно нападающий, нужен нашей команде. Ну и Паня, точно не капитан, потому что Паня, это просто дед, это старик. Это, знаете, просто вот он бормочет и бормочет, бормочет и бормочет. И если уж он будет капитаном, то всё, ну это труба, это всё посыпется. Я не знаю, у него и прошлое, и будущее, я думаю, футбольное есть. Точно не капитан Эля. Эля, извини, пожалуйста, я тебя люблю. Мы не каблуки. Буду, знаете, почему не капитан? Потому что он и так много к***дит. А если он будет капитана, он вообще рот не закроет. Макс и Алекс, то есть тут не то, что там капитан и вице-капитан. Я их равнозначно считаю. Пацаны, во-первых, прекрасные и замечательные люди. Чуваки, всем ассад, сейчас я буду выбрать Кэпа. Мой кандидат главный, это Алекс. Это Алекс, я напишу его. Ну, чуваки, ну парень нельзя выбрать капитанскую. Пусть она остаётся вице-капитаном. Ну и тоже не капитан. Пусть будет Глебас, чуваки. Надо выбрать капитана. Я никогда не был капитаном в моей жизни. Я это не убил просто. Это 100% Алекс. Ну и Паня имеет авторитет и вес в раздевалке. Поэтому Паня тоже. Ещё один есть кандидат, на самом деле. Я бы Тита хотел выделить, но его не написал. Ну, потому что он играет на позиции нападающего. И очень часто происходит на этой позиции ротация. Кто точно не капитан, это, ещё раз покажу, это Исай. От него на поле за год я услышал два слова. А в чате, блин, он просто не даёт шансов никому. Пишет и пишет. Ну, блин. Один из самых вероятных моментов был. Один из самых вероятных моментов. Тебя как зовут? Ваня. Ваня? А тебя? Никита. Вы кидаете вызов Родине медиа? Да, они кидают вызов. Сказали, что разгромят команду Родина медиа. Я слышал. Что будем делать? Пенальти, буллиты, штрафные. Пенальти, буллиты и удары за скаминами. Я не знаю. Вы кстати на один из. Вы какого года? Один из. Заключай контракты, уже время опередить Васю Уткину. Заключай контракты. А? А кто за вас будет играть? Да, да, да. Да я один вас готов порвать. Да. Чего? Ты видел? Ты мой удар видел? Ну, бросила Академию Родины нам вызов, детишки, да? Надо показать, кто папа с Данией. А наказание будет? А наказание? Какое наказание? Три кувырка. Три кувырка. Давай, давай, хорошо. Поехали. Прошил. Да это все. Это же первые претенденты кувырки уже имеются. Ой, хорошая. Ну, в таких подкрадулих ты точно не забьешь. Чисто бархатные тяги. А? А, не я тоже видно. Всё. Пошёл. Раз, три. Подожди, подожди, подожди. Да стой, стой. А-а-а-а-а-а-а. Да-да-да. Бам, ты уже в него ударил. Ой. Туда пошла просто ракета. Это я забыл. Стой. А где это празднование-то было? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Ну ладно, не расстраивайся, ребят Ну что, видите, тренировки у Андрея Константиновича Коряки не проходят даром Если не умеешь бить пенальти, то куркайся Хвастуха, не уходи, иди вот, зону займи, Егора, да, в середину Давай, давай, беги, корпус ставь Легко, Кира, легко Доигрывай уже, игрок убегает, Кира Все, дыши, хочешь дышать, в середину зайди В середину зайди Ничего себе, пенальти забьют Да, я думаю, что вне всякого сомнения Я думаю, что вне всякого сомнения Установка тренера ИМС работала Надо еще сейчас, чтобы дальше забивали И все, мне кажется, к турниру мы готовы Как никогда Исай, почему, объясню Исай, ты капитан, будешь нашей группой в Телеграме Там ты очень здорово говоришь, много чего вкидываешь, лишнего, не лишнего В общем, ты будешь капитан группы в Телеграме нашей командной Но в команде ты не капитан Так, значит, вице-капитан, начну с вице-капитана Вице-капитан пусть будет Тит Именно по футбольным качествам и по тому прошлому сезону Я выбираю Гасана, потому что он реально отлично отыграл весь сезон Проявлял себя и на поле, и вне поля Видно, что командный игрок И когда были товарищеские игры, а Саша не было, он был в Вагентине Я ему давал право быть капитаном Посмотрел, как он к этому отреагирует Он очень ответственно подходит Ответственный парень Ну, а Тит будет поддерживать его А Васюк не у нас в команде Ну, и что? Я не хочу никого обижать, чтобы не говорить, что точно не будет У всех есть шанс когда-нибудь быть капитаном Может, парень написать по фану Ну, он меня потом задушит Да никто не дает в команде просадку, кроме меня Точнее, капитан, Блад Не, слышь, надо Тит не писать Я же с ним конкурирую А если он кэпом будет, значит, он в старте должен играть Бля, пипец, я что-то вообще затупил, блин Зачуркнул, будак Да слушай, мне нравится, что он такой весь на позитиве Ну, и правильно с этим, я с ним давно знаком очень И он умеет сдерживать эмоции свои То есть, что очень важно в медийном футболе Когда ты контролишь свои эмоции И не поддаешься, там, на поводу У каких-то событий, как я не знаю Ну, во многом там делал Например, Каля, Вася, Маврин Вот, то есть, когда ты ведешь себя адекватно Несмотря на любую ситуацию То это очень круто Это качество настоящего капитана Как, например, Сибыч сделал Будак просто потому, что старый Ну, типа, по возрасту я уважаю Поэтому, из-за того, что я уважаю возраст Я написал его Ну, плюс, он бы добавил, знаешь, как Вице-кэп, он бы добавил юмора еще больше команде И мне кажется, дав ему, ну, вице-капитанскую повязку Мы бы просто разбавили еще больше состав юмором И кайфом, и весельем, и пивом, надеюсь Кстати, я хочу сказать спасибо Ну, я рад оказаться в команде И рад, что благодаря, ну, Будакову У меня оказалась новая квартира в Москве Саня Текила, Дима Тарасова Спасибо, мужики Хвостуха! Гол! Забей! Для меня! Вася Уткин Ну-ка, ну-ка, ну-ка Сумрачная рожа А ведь он не знает, что еще будет Семь мячей Кто? Хвостуха Назначили? 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 Готовьтесь, снег пойдет сегодня Если Хвостуха не забьет и не подбежит ко мне Он его тоже не будет в команде? Такого его пока и так нету Это же самый молодой, да? Молодой? Ну, не то, что молодой, но самый перспективный Самый молодой у нас Паня Паня Хорошая! Паня, причем, мы качественные Качественные Качественные, блядь, послушай Сташу Будет, 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 будет Блестящий Хвостуха! 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 А ты не хочешь обнять папу, блядь, подойди? Папу не хочешь обнять, блядь? Только я тебе верю, братан Спасибо, мне даю Молодец, 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 молодец Он будет праздновать? Да нет, какой праздновать будет? Он сегодня нажрется, как свинья Кто не капитан, все хвостуха написали Я это еще вчера думаю, естественно Почему? Ну, кто еще? Почему ты себя так недооцениваешь? Нет, я себя дооцениваю Дооцениваешь? Просто Паня, я вижу, что он сможет Я принимаю решение Все могут быть капитаном Но просто из всех я выберу два лучших Понятно, легче выбрать, конечно, кто точно не будет капитаном Для тренера, в принципе, это не сложно У нас много медийных игроков, из которых легче все выбрать Хотя у нас медийные очень сильные, кстати, парни Кроме хвостухи, но он профессионал Поэтому начнем с хвостухи, да? Кто точно не капитан? Надо поменять в себе отношения, Кира Это просто такой, знаешь, чтобы ты к себе более строже относился И в тренировках, да и вообще по жизни Просто ты, надо уже взрослеть Ты пока еще такой ребенок, знаешь Хочется все-таки от тебя ждешь больше Ты много можешь, но пока это не проявляешь Надеюсь, я через полгода изменю свое решение Так, ну что, идем на повышение курсов Квостуху отправляем Куда? Ворок Отправляем, вот подписываем На неделю Что, не Саудовская раль? Для меня капитан, это, скорее всего, игрок, который с нами уже давно Я думаю, Макс неплохо справился во втором сезоне с этой обязанностью Он выдержал такую и физическую, и психологическую нагрузку Он был у нас и вице-капитаном, и команду выводил Поэтому я все-таки хочу выбрать Макса Швагеря И надеюсь, у него будет получаться всегда быть на наших играх Макс, это ты для меня капитан И вице-капитан Ну, у меня много кандидатур на эту роль Все-таки я хотел бы, наверное, и Алекс, Паня Заслуживают быть и вице-капитанами Плюс, мое мнение, Степа уже достаточно зрелый Превращается в зрелого футболиста Газ неплохо себя проявляет Ну, ладно, молодые еще Пусть успеют еще покапитанить Поэтому выберу Алекс Вот сложный выбор для меня, Алекс или Паня Ну, два их напишу, а там уже пусть думают Алекс, Паня для меня два вице-капитана Если не смогут разобраться, куплю две повязки и будут вице-капитаны оба на поле Сто процентов, капитан, это Алекс Вице-капитан Я думаю, это будет Витя Блатов Молодец Я, если что, прошу заметить, не подкупал Да, никаких коктейлей Ф, точно, ф Я просто в школе не мучился И точно не капитан Ну, чисто по-братски, я думаю, что это хвостуха Сто процентов Ну, реально, пиши Бэн на конце моей фамилии Не позорься Бэн, бэн, бэн Вот я раскачал Бэн, напиши фраз Блатов Ты давно слышал, что русская фамилия Ты как что-то сказать Бэн, настолько на нервах Понял, что он мне говорит Фэй Я пишу Фэй Думаю, что я лажанул Блатов Бэн Я так и написал, брат, клянусь Я верюся Справа от тебя лежат листочки Тебе нужно вытянуть и проголосовать Это лево Пацаны, выбирали вы капитана Вице-капитанов И антикапитана С чего начать? С антикапитана? Точно не капитан Да, это не антикапитан Есть догадки, кто может быть этим человеком? Да с хуя льди Ладно На самом деле Это не означает, что человек говно Это означает, что не хватает Какой-то вот, наверное, жесткости Прыти, что ли Поэтому Кира, хвостуха Тебя команда выбрала Точно не капитаном Но мы 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 от руководства Родины Медиа От Константиновича Вот даже подпись Видишь, тренер Коряка Дарим тебе Курс Я верю в тебя Курс по лидерскому мастерству Хвостух Ходить не надо В онлайне будешь проходить Понял? Пока не пройдешь На тренировки можешь не приходить Хорошо? Нет, реально Купили курс Купили курс Хвостух Тебе это точно поможет Хорошо? Спасибо, Сань Спасибо, тренер А что я-то? Это тебя команда выбрала Первый вице-капитан Это Макс Швагерев Второй вице-капитан Паня У Пани хейтеров было больше Ну и теперь капитан 16 человек Проголосовало Это прям пипец вообще Почти каждый Алекс Иди к нам Камон, мэн Йоу, бро Алекс Ты избранный капитан команды Родина Медиа Так что поздравляем тебя Паня, с тебя Ой, блин Я его так шарахнул Сорезайся Сорезайся Пой за мимо Паня, не забывай Паня, ты готов? Паня, паня Паня, у меня рука отсохла Это я тебя шарахнул Слышь, извини Паня, пусть Дай патруб Извини Паня Есть куда стремиться Естественно И десятки бы никогда не было Я просто говорю Еще по уверенности Поднабраться Взаимопонимание С партнерами И все будет прекрасно Ну, будем говорить так Нападающий Человек зависимый И если есть удача Если есть удача Появляются и галлы Ну это правда так Можно говорить Знаешь, про мастерство Это про что угодно Два раза бы сейчас Ему пас бы отдали Ну и что не сложилось Ну бывает, бывает Чуваки, сама зика трогай Сейчас выходят Вася, любимый Я с тобой попрощаться Дима, Дима Хотел тебя пожать Спасибо Люблю Люблю Удачи вам И вам спасибо Люблю Рад был видеть тебя Взаимопоним Василий, как вам игра? Поздравляю с победой Не очень удачная для нас игра Не реализовали свои моменты Думаю, счет 5-0 Не очень соответствует Соотношению сил на поле Ну, ничего страшного Отпошим победы До официальных Надеюсь, что этот судья У меня больше никогда не встретится Нужно понимать, что это контрольный матч Люди через неделю начинается турнир Который мне готовится 3 месяца Ну что же такое происходит? А вот мы увидели, что вы пожали руку Дмитрию Тарасову Это ожидает, что все перемирие у вас? Нормально совершенно Поругались, поспорили Был повод Ну все Теперь не имея ни перед кем секретов Скажи мне только одну реплику Серьезную, профессиональную Это мы настолько сильны Или они настолько слабы Как такой разгромный счет? Сегодня мы сильны настолько Что нет ни у кого шансов Сегодня два титана сошлись Дима Тарасова и Вася Уткин Который не очень понимал Какой Тарасов человек И Медиа Лига Такие яркие люди Но все закончилось миром Вообще С победой разгромный Родина Медиа чемпион Вася Уткин Респект Пацаны С победой! Пацаны Команда Мы собрались Сегодня За неделю до старта Чемпионата Очень важного для нас У нас в команде Есть новенькие ребята Их нужно реально Как профкомандах Посвятить Вот он стул Вот этот Каждый игрок встает И поет Любую песню Любую Начинаем Начинаем С Кинга Иди сюда, братан Кинг, давай Давай, давай Любую Вот Все хорошо, Кинг И так И все хорошо, Кинг Я встал И я встал Я встал Встал Моих надежд, но опоздал мой самолет Там девушка Семена меня любит и ждет Семена Питча, 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 питча Аккуратно Фантазер будет Поддержим Ты меня называла, фантазер Мы бы с тобою не пора Ты умна Ты все умна, ты умна как мне Исаия, Исаия, не новенький Я не новенький А, я забыл Я тихо, тихо, я тихо Чуваки, ревел, 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 бля, бля ! Привет, привет, привет Тихо-тихо-тихо Чуваки, легендарный Эминова Сейчас шли и что ? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я переделаю песню Иванушек, посвящаю ее всей команде «Родина Медиа». На асфальте мелом... На заднем паде «Мазафака!» На асфальте мелом... Ты рисуешь слово... Не осталось у «Родина Медиа» Ничего святого... Первое из стихотворения... Я съем свой маленький ужин... Потом накроюсь пальто... Если я, Родина Медиа, не нужен... То и мне, нахуй, не нужен никто... Ура! Ега! Ега! Давай, крестный отец! Кэп, выходи! У Еги сегодня день рождения! Семь рожденья! Семь рожденья! Семь рожденья! Семь рожденья! Семь рожденья! Спасибо всем! А ты как в олимпийском сейчас сказал? Под моими Найками Роллс, кто знает, они называют меня Босс, смотришь, как мне это удалось, видишь, блять, просто я не забываю, где я рос, под моими Найками Роллс, что там значит, они называют меня Босс. Пацаны, я тоже готов, 5 месяцев мы готовились, тренировались, заебались уже друг от друга, это ощущалось, да, ну то есть вот это тренировки, 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 все, мы на финишной и сегодня красавцы просто вот объединились, доказали друг другу, кто мы такие вот, почему мы тогда еще собрались, почему мы ни разу никому не проиграли в игровое время. И вот этот год железно наш, железно, у меня родился сын, я сегодня проставляю. Я отвечаю, вот как я вам тогда еще сказал, после финала, что я душой и сердцем болею за родину медиа, за каждого из вас и буду дальше это делать, буду раз**ать на бровке, в медиа, на футбольном поле, неважно где, блять, я буду за каждого из вас топить так, блять, что просто все охуеют. У нас помимо подкрепления, которое прибыло в командном плане, у нас еще отар, который будет просто унижать всех, у нас Дима, который готов просто... И поэтому для всех вас пою песню, поддерживайте. Гуляем, летаем, не важно, что в кармане, сегодня буду пьяным, и это нормально! Гуляем! 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 Гуляем, ребята, ребята, капитан говорит! Давай! Вроде это катастрофа будет! Давай! Я не умею! Давай что-нибудь! Давай! 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 Как зовут? Прости, пожалуйста, представься! как тебя зовут алина 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 а я был карина алина а пастуха забил чуть-чуть сопли но только я вспомнил все ребят мы отключаемся и дальше продолжаем веселиться мы готовы как никогда разрывать мфл как вы видите не забудьте поставить лайк подписаться это родина медиа мы начинаем сезон мфл прямо сейчас да а 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 и а